Здравствуйте, мои дорогие! Я хочу поговорить с вами об одном из самых удивительных явлений в истории человечества. О русской культуре. Что тут удивительного скажет любой культурный человек? Да, масса писателей, композиторов, художников. Какое-то потрясение от них. То есть весь мир их ставит в театрах, читает, считает. Система Станиславского захватила весь мир. Гоголь стал образцом для всех писателей последующих времен. И весь поток сознания, вся литература 20 века, она вся смотрит на Гоголя. И не только на Гоголя, но и на двух титанов рядом с ним. На Толстого, Льва Николаевича, на Достоевского, Федора Михайловича. Какая литература! Золотой век русской поэзии, серебряный век русской поэзии. Грандиозные поэты, грандиозные художники. К 20 веку вообще Россия захватила первенство в области поиска в изобразительном искусстве. Вы скажете, что тут удивительного и особого? Удивительное и особое. Слушайте внимательно. Россия никогда не знала эпохи Возрождения. Не было Ренессанса. Не было такого Медичи, который созвал всех гениев и сказал «Всё! Человек во главе угла! Восславим человека!» Не было эпохи барокко, не было эпохи классицизма в том французском, английском, немецком смысле этого слова. В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. Который оказался одним из самых просвещенных людей в истории цивилизации. И всё, что он написал, это не стихи просто, это не проза просто, это не историческое изыскание. Это грандиознейшее проникновение в дух всей цивилизации, всей вселенной, от античной культуры до самых ярких и глубоких идей будущего, которые Пушкин предвосхитил. Вот послушайте, с чего это вообще началось? Однажды Екатерина Великая путешествовала по Малороссии, как тогда её называли, по Украине. И ей там песни пели, лирники-мбандуристы её облажали всюду на всех остановках, музыканты и слепые, и зрячие всякие мелодии поразили Екатерину Великую, немку по национальности, но православную по крещению, полюбившую свою страну, которую она правила. И она была настолько потрясена этим пением, этим теплом, этими голосами, что она сказала. Вот здесь, в Малороссии, построим академию певческую, потому что народ должен петь и танцевать этот. И построили академию. Где? В глухом месте, в глухове. И туда набрали талантливых мальчиков, талантливых педагогов. Они там, в глубине Малороссии, Украины, учили языки, латыни, греческие, древние языки. И учились петь по-настоящему. И оттуда вышли первые великие композиторы Великой Российской империи. Оттуда вышел Березовский. Максим Березовский. Если вы приедете в Болонию, там список членов Болонской музыкальной академии. Самого главного учебного заведения музыки Европы того времени. Там преподавал сам великий Падре Мартини. Так вот там список. И вы можете остановиться в анимении и застыть. Там такие имена. Моцарт. Моцарт, почетный член. Моцарту было 14 лет, когда он стал академиком. Ну, у Моцарта все рано. И тут рядом кавалер Грюк. Реформатор всей европейской оперы. И вдруг еще одно имя. Кто это? Максим Березовский. Певчи из Глухова. Когда стало ясно, что перед всеми гений его забрали в Петербург. Всех гениев забирали в Петербург. В эту самую знаменитую певческую императорскую капеллу. И тут выяснилось, что он не только певец. Он композитор. И музыка такая прекрасная, что люди не знали плакать, смеяться. Или вместе плакать и смеяться. Это было чудо. И я вам сейчас сыграю музыку. Члена Болонской академии. Академика Максима Березовского. Который стоит вместе с Бортнянским. Тоже из Глухова. В истоках той русской музыки. Которая, будучи самовитой, стала еще и европейски великой. Правда, судьба у Березовского оказалась не очень. Он, достигнув успеха и добившись почитания в Италии, вернулся в Россию. А Россия в это время увлекалась иностранными музыкантами. Им платили-то гонорары огромные. Они писали оперы на русские сюжеты. Потому что, например, первую оперу про Ивана Сусанина написал не Глинка, а Кавоз. И пошло, потому что иностранец. А Березовский приехал. И нет для него места нормального. Нет почитания его как гения. И он в 31 год покончил жизнь самоубийством. Те, кто слышит его музыку, говорят, боже, какое чудо! Хотите услышать, какое чудо? Сейчас сыграем только одну мелодию. Из одной сонаты для скрипки и клавира, клавесина. Вы знаете, эту музыку вообще нашли во второй половине 20 века. Она не звучала много-много поколений. Но послушайте, какое невиданное сочетание русской души и совершенно четкой европейской выучки. Так Россия дала миру сочетание Востока и Запада, сердца и мозга. Слушайте, слушайте. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон